Добрый вечер, дорогие друзья! Я не спою, как Луис Буржуа. Вы слышали фрагмент песен старых французских и детских, которые пела Луис. Может быть, их тоже достать, они у нас будут играть постоянно перед таймлайном. У нас третья лекция в рамках образовательной программы к выставке Луис Буржуа к структуре структуры бытия клетки. Хорошая шутка. Вся образовательная программа есть на сайте, есть в конце буклеты, которые вы можете взять бесплатно на ресепшн. Мы постарались собрать, вернуться к такой старой мощи гаража, к большой образовательной программе, потому что выставка идет до начала февраля, и у нас есть разные лекторы, есть российские специалисты, есть зарубежные, есть историки искусства, критики, искусствоведы, и есть художники. У нас… Я дальше просто, извините, скажу, несмотря на то, что Алиса стоит уже здесь, скажу на всякий случай анонс, что следующая лекция будет 9 октября, через неделю, от Джульен Лордс, это куратор выставки, этой же выставки в Haus der Kunst, то есть в Доме искусств в Мюнхене, это организация-партнер, с которой мы вместе сделали эту выставку, и, собственно, из Дома искусств в Мюнхене к нам эта выставка приехала. И 23 октября будет лекция-экскурсия с российской художницей Ириной Наховой, то есть это будет такой нестандартный формат, он будет проходить не здесь, не в зале, а будет проходить на первом этаже вокруг работ. С Ириной вместе мы будем ходить смотреть работы, анализировать, что там, как художник смотрит на другого художника. И также хочу обратить ваше внимание, что всего лишь месяц, только в октябре, у нас будут идти занятия по субботам и воскресеньям, вечером, занятия танцевального характера. На самом деле они не столько тренируют ваши навыки движения танца, сколько помогают с помощью тела понять и почувствовать скульптуру, и научиться на неё чуть иначе смотреть. И дальше вы видите ещё один подзаголовок мастерска инклюзивного перформанса, что это значит, что это две разные группы, что одна группа по субботам, она работает с хореографом и преподавателем Юрией Чекмас, она ориентирована на самопонимание и самобаланс внутренней. Здрасте. И вторая группа, которая называется мастерска инклюзивного перформанса, она ориентирована на работу смешанных групп, и она сделана для работы для зрячо-слышащей аудитории. Это мы с вами. И для аудитории слепоглухих. И это очень важный опыт совместной работы, в которой мы вас призываем поучаствовать. Обратите внимание, из-за того, что это занятия очень маленькие, в маленькой группе 12 или 15 человек, нужно просто записаться. Они абсолютно бесплатные, но нужна запись ваша. И сейчас я, наконец, спасибо большое, благодарю нашего сегодняшнего лектора и автора вот этой книги, которую вы можете приобрести в нашем книжном магазине. С нами Олеся Туркина, замечательный историк искусства, куратор, приехавший к нам из Петербурга. Олеся является ведущим научным сотрудником отдела новейших течений в Государственном русском музее. Олеся одновременно еще ведет магистрскую программу в Петербургском университете, которая ориентирована на то, чтобы воспитывать новое поколение искусствоведов, кураторов и критиков. И вот Олеся сейчас только что скажет, что есть целых семь бюджетных мест, так что если кто-то хочет продолжить свое образование и стать магистром искусства, получить два диплома, российский и американский, то он может подать заявление, переехать в Петербург на два года и улучшить свои навыки и знания. А сегодня Олеся прочитает лекцию «Луиз Буржа вес Владимир Татлин». И очень важно, наверное, Олеся, я думаю, про это расскажет, что эта книга создавалась к выставке «Луиз Буржа» в 2001 году в Санкт-Петербурге, в государственном Эрмитаже, потому что у нас первая большая-большая выставка «Луиз Буржа» в России, а вообще первая выставка «Луиз Буржа» в России была в Петербурге, в Эрмитаже. И Олеся довелось побывать в гостях у самой Луиз, обсудить этот текст лично с ней. И я думаю, что это уникальный опыт, которым Олеся с нами сегодня поделится. Спасибо вам большое, передаю вам слово. Настя, огромное спасибо. Еще в конце можно будет задавать вопрос, и самый лучший вопрос, который выберет Олеся, получит в подарок книжку и автограф. Правильно? Я бы за все вопросы давала, потому что вопросы — это такая радость для лектора. И, Настя, огромное спасибо, потому что образование для нас, в общем-то, самое главное. Как говорил Николай Федорович Федоров, в этом году в Москве идет месячник еще русского космизма, и Луиз Буржуа говорил, что в будущем люди будут делиться не на богатых и бедных, а на знающих и незнающих. Давайте будем знающими. Вот мы слышали с вами голос Луиз Буржуа. Этот голос был записан ее другом, режиссером Бригитт Корнант. И в 2002 году она услышала, как Луиз читает, и попросила ее спеть песенки. Это и слова Луиз Буржуа, и это исполнение Луиз Буржуа. Почему я поставила? Во-первых, чтобы вы услышали ее голос, прониклись обаянием, и плюс, потому что мне показалось, что эти песенки, колыбельные, такие детские, они замкнуты, они идут по спирали. А спирали — это моя навязчивая идея. Сегодня мы все с вами пойдем по спирали, так что если у вас закружится немножко голова или затошнит, вы не беспокойтесь, приготовьте, как в самолетах, такие пакетики, и мы будем двигаться по спирали. А еще мне показалось, что вот это движение по спирали музыкально напоминает музыку минималистов, Терри Райли, Филиппа Гласса, которые тоже так восходят, восходят, и которые тоже очень любили детские песенки. Я хотела бы принести огромную благодарность Музею современного искусства «Гараж» во-первых, за то, что вы сделали выставку. Потрясающая выставка, и опыт эстетический уникальный. Вот мы сейчас живем в новую эпоху, экранную эпоху, и, казалось бы, мы все можем как бы увидеть в медиа, в сетях и так далее. Но нет, наши ощущения, они настолько уникальны, что если мы сюда не придем, мы это потеряем навсегда. Это все равно, как, в общем-то, как это пропустить там год или день жизни, или какой-то еще период. Поэтому я очень рада, что вы здесь, и я надеюсь, что вы все уже посмотрели выставку или собираетесь посмотреть, или еще сюда придете. Ну и, конечно, это приглашение дало мне возможность посмотреть выставку, увидеться с вами, и также поделиться с вами какими-то соображениями и вступить в такой диалог. И я еще очень благодарна издательству Музея современного искусства «Гараж» и от Маргинум за то, что выпустили вот эту книжечку прекрасную. И не потому, что автор я ее хвалю, а потому что мне очень нравится издание. Мне очень нравится, когда книжки легкие и красивые. То есть это какой-то такой эстетизм, и мне нравится это возвращение к конструктивистскому опыту. Книжку надо, чтобы она хорошо раскрывалась, чтобы были крупненькие буквы, чтобы их хорошо было читать, плюс чтобы она была легкой, ее можно было всегда засунуть, например, в кармашек компьютера или куда-то, или в карман, например, модного пальто, например, с большими карманами. А вообще-то она готовилась, как Настя вот сказала. Может, я должна тебя Анастасия звать? Настя, нет? Настя. Да, хорошо. Мы просто давно, к счастью, знакомы. Она готовилась к первой выставке Луис Буржуа в Эрмитаже. Первая выставка при жизни случилась Луис Буржуа, и я вот взяла на себя смелость, написала эту книжку. И она была выпущена тиражом 100 экземпляров, почти как футуристическая книга. В общем, сами понимаете, ничего от нее не осталось. Она была выпущена, к тому же, на двух языках, со всеми копирайтами, которые предоставила студия Луис Буржуа, которой я бесконечно благодарна со всеми. Но там был такой мучительный макет, и даже Катя Деготь написала отзыв, прекрасный, но где написала, что в то время, когда в России все издают прекрасно, но редко учитывают авторские права, это книжка с мучительным макетом, где все авторские права соблюдены. Так вот, этот макет уже, в общем, супер. И за это тоже огромное спасибо. И плюс я читала, конечно, как всякий автор ревью, и тут вот серия от Маргинума Луис Буржуа попала после Ралана Барта и Осипа Брика. Тоже приятно. И, как вы понимаете, писать о Луис Буржуа мне было мучительно. Вообще, письмо очень травматично, как вы все прекрасно знаете. Вообще, всякое творчество травматично, это муки творчества, и это, к сожалению, не метафора. Но мне было особенно тяжело это делать, потому что на мне лежала такая ужасная ответственность. Это был первый текст по-русски про Луис Буржуа. Плюс художница была еще жива, к счастью, в тот момент, и я знала, что она собирается прочесть этот текст. То есть я сидела, значит, у компьютера и постепенно трансформировалась. И мои родные уже говорили, что я непонятная. Не то я превращаюсь в паука, не то я, в общем, превращаюсь в одного из персонажей Луис Буржуа. Замкнутая какая-то с эллипсичной такой ситуацией. И когда я ее, наконец-то, закончила, и в чем был ее смысл, в чем смысл сегодняшней лекции? В том, что я родилась, так сказать, в колыбели советской культуры. У меня советская... Закончила Ленинградский государственный университет имени Жданова. И детство мое прошло в СССР. И потом, благодаря перестройке этой революции, оказалось в новом времени. То есть взгляд, оптика была совершенно другая. И когда случилась перестройка, вот эти вот магические и волшебные 90-е годы, где выставки современного искусства перемежались с ревами в павильоне «Космос», с новыми книгами, музыкой, с чем-то непонятным, неизвестной едой, вкусы, запахи, звуки, образы, все это на нас нахлынуло, нужно было найти очень четкую точку зрения. Вот знаете, я бы сравнила это с таким аноморфозом. Вот помните, аноморфоз самый такой пример яркий. Это у Ганса Гальбейна, младшего в картине «Послы» 1953 года. Вот там череп изображен, стоят два посла и череп. Вот если вы найдете правильную точку, вы череп увидите. А если не найдете, то никогда не увидите. И вот чтобы увидеть искусство Луис Буржуа и современное на тот момент западное искусство, исходя из своего, так сказать, советского опыта, нужно было найти эту оптику, нужно было найти эту точку. И чтобы завести творческий процесс, мне нужна была метафора. И поэтому вот такой метафорой для меня стал ящик Пандоры. И ящик Пандоры, собственно говоря, Пандоры – это первая женщина, которая была создана Афиной и Гефестом по приказу Зевса, чтобы людям отомстить за то, что похитил Прометей огонь. И Пандора – первая женщина. То есть если возникает одно, возникает второе. Она разделила мир на мужчин и женщин и дала способность женщинам рождать новую жизнь. То есть она обрекла на мучение человечества и на смерть. И одновременно дала способность как боги порождать новую жизнь. Ну плюс, как вы знаете, всем известный ящик Пандоры. Выпущены были несчастья из этого ящика Пандоры. Мне эта метафора показалась крайне важной. Поэтому эта книжка так и называется. Плюс, конечно, метафора тоже пришла на волне перестройки. Если вы увлекаетесь историей античной культуры, вы, конечно, знаете замечательно уже, к сожалению, покойного. Я его заставила еще живым. Вот в мое время Вернана. Вернан – историк античной культуры. Он приезжал в Петербург по приглашению французского института и прочел эту потрясающую лекцию про ящик Пандоры. И вот тут совпало Луис Буржуа, Вернан, ящик Пандоры. Я с этого начала. Плюс, понимаете, Гефест вылепил Пандору из глины. Мне показалось, это очень подходит для скульптора. И так, описывая эволюцию Луис Буржуа и жадно перечитывая и каталоги про нее, и книгу. И мне очень помогло интервью с ним. С ней «Разрушение отца», огромная книжка интервью, которую издал Ханс Ульрихобрист. И я все время старалась соблюдать следующий принцип паразита и сапрофита. То есть, пожирая тело искусства, приносить ему пользу. Это не мой принцип. Этот принцип был выдвинут с одной стороны философом Жаком Дорида, с другой стороны Грегори Ульмером, американским критиком. То есть, вот такое взаимное. Вы паразитируете на чем-то, но вы являетесь сапрофитом. Вы дополняете это тело. Значит, вот закончила я эту книжку, переслали Луиз Буржуа. Сети тогда были медленные. Я не знаю, даже, может быть, и не по e-mail. Нет, по e-mail уже e-mail существовал в те далекие времена. Вот. И я с ужасом ожидала, что же Луиз Буржуа скажет. Я была готова, что она скажет, что все это ерунда. Что она, она ведь, человек совершенно, как бы в этом смысле, абсолютно бескомпромиссно. Абсолютно прямой. И, собственно говоря, а что ей скрывать, если ей что-то, в общем-то, не понравилось и прочее. И человек, который заслужил всем своим творчеством, всей своей жизнью, чтобы говорить только, не только только правду, а чтобы говорить. Потому что, когда я разговариваю о погоде, они не говорят. Я вообще в своей жизни встречала только два человека, две женщины, один критик, одна художница, которые не тратят ни одного слова на ерунду, то есть которые не растрачивают свою жизнь на погоду. Это была критика Сьюзан Зонтек и Луиз Буржуа, у которых нет ни одной вот этого, нет промежутка, как бы нет заполнения этой словесной, которую не унижают язык банальностями, банальностями содержательными, банальностями формальными. И вот ждала я, ждала, наконец приходит ответ. С ужасом открываю это письмо, думаю, все, все, нет, не заслуживаю, нет, все, ладно, я готова, готова. И вдруг обнаруживаю, что пишет, что понравилась Луиз Буржуа, и что если я буду в Нью-Йорке, то добро пожаловать к ней домой. Ну и мы вот с Виктором Мазиным, психоаналитиком и моим мужем отправились в 2001 году в Нью-Йорк. Это был еще другой Нью-Йорк, это было еще до трагедии с башнями и близнецами, это был июнь, чудовищно было жарко, и там даже ужасно было жарко, мы отправились в Челси, причем нас предупредили, говорит, так, все-таки 2001 год, соответственно, Луиз Буржуана в 911 году родилась, ей 90 лет. То есть, ну, особенно там не задерживайтесь, сказали, вот полчаса и все. А второе сказали, что она вообще может не выйдет, так что не расстраивайтесь, бывает, что она вот, например, не выходит, как бы приходите к ней домой, она не выходит. Подходим, такой красненький кирпичный домик, Челси там, ждем там, звоним, звоночек, Джерри Горове открывает, который постоянно с 80-го года ассистент Луиз Буржуа, и который его модель в арке истерии, который сейчас президент фонда Луиз Буржуа, потрясающий человек. Он говорит, Джерри, здрасте, вот мы, Олеся и Виктор, мы тут вот пришли, а он говорит, а сейчас я Луиз позову. И так вот, как будто так тихонечко, как паучок, из дверей студии появляется Луиз, маленькая, такая худенькая, очень такая, красивая, очень выразительная, и, ну, конечно, с собой фотоаппарат, айфонов еще тогда не было, вот, и я спрашиваю, Луиз, а можно вас сфотографировать? Она говорит, нет, я вообще не люблю, когда меня фотографируют, и вот не знаю, вот эту вот фотографию кто-то сделал, там была фотография на обложке каталога, и нет, не надо. Сразу так насторожилась, я думаю, вот это да, даже фотографировать нельзя, как же мы будем разговаривать? Ну, постепенно, постепенно, как-то разговор развернулся, тем более помогло, что мы были вместе с Виктором, а Луиз Буржуа, скажем, у него неоднозначная, но тем не менее, с большим интересом относится к психоанализу, тут подтянулся и куратор из Момы Пола Херхенхоф, там, и из каких-то таких, вот он говорит, как, Луиз, вы относитесь к России? Он говорит, да никак я не отношусь, а там два раза была, а что сейчас там происходит, я не знаю. Он говорит, там ваша выставка идет, он говорит, ну да, конечно, там, ну еще там шутит, какая-то там вот, там красные линии, обсуждаем ее, там рисунки Бессоинца, говорит, всегда красные, а еще, Луиз, вот вы, как ваша помада Герлен, как бы я не делаю пропаганду Герлен, но тем не менее, он говорит, вы всегда там типа и духами, и помадой их пользуетесь, и вот между рассуждением о психоанализе, помадой Герлен, и, собственно говоря, мне удалось, как бы я еще спросила про тот вопрос, который меня дико интересовал. Можно следующий слайд тогда, или я это сделаю сама, прекрасно. Пардон. Ну вот это 2003 год, но фактически так Луиз Буржаи выглядело. То есть вы видите, какая, в общем-то, красота человеческого лица. И я спросила у Луиз Буржуа, говорю, вот Луиз, вы были там два раза в Москве, а она была первый раз в 1932 году, поехала с докторами, которые были знакомы ее родители, поехала первый раз в Москву, а второй раз у нее уже была такая профессиональная поездка, когда она поехала уже со студентами Пьера Калины. Я говорю, вот вы были в Москве, вот вы, может быть, Татлина видели, там его башня, модель башни третьего интернационала, потому что, чтобы найти эту оптику, чтобы найти на что-то, вот чтобы вычислить, вот найти этот череп на картине послы, мне нужно было найти какую-то оптику. А как, так сказать, человек музейный, я была воспитана на модернизме, на Татлине, на Малевиче, на русском авангарде. И я сразу увидела у Луиз Буржуа спираль, думаю, о, спираль, а, конечно, вот такая органическая спираль, она была свойственна для Татлина. Говорю, Ангел, а как там Татлин выглядит, что ты это имеешь в виду? И я тут схватила карандаш, начала рисовать, конечно, на наглость, в мастерской, в доме у художника рисовать, и начала рисовать спираль. Но вместо спирали Татлина у меня получилась работа Луиз Буржуа. Луиз говорит, а, ну да, 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 Татлин, я его знаю, отлично знаю, да, интересно, очень, мне нравится, но я с ним не встречалась, дважды была в Москве, но ни разу так с ним не встретилась. А я уже думаю, так, в 32-м тут была выставка Татлина, в ГМИИ, там единственная прежизненная, а вдруг они увиделись. Но эта встреча, она может произойти как бы дистанционно, небесно, формы, они встречаются в этом пространстве памяти, в этом пространстве психопатологии, психопатологии в лучшем смысле, потому что, в общем-то, как Фрейд писал в «Неудобствах культуры», собственно говоря, искусство и культура, нашего, так сказать, физиологического существования обычного. И вот тогда вот не получилось, значит, не видели, знала она, значит, Татлина, и вот эта идея меня не оставляла о Татлине. И вы видите, что вот здесь вот Луис такая маленькая, а Татлина такой большой. Я не хотела Татлина таким большим делать, чтобы модернистский дискурс, да еще мужской дискурс как бы преувеличивать. Так просто получилось. Тут близкий blow-up, а здесь такая маленькая. Но вы видите вот эту вот структурность, и эта структурность, эта переходность, она будет вообще характерна для Луис. Ну вот вы видите, опять же, вот 1934 год, когда Луис приехала второй раз со студентами Пола Калина, она приехала в Москву, она приехала вообще-то, как она говорила, чтобы позлить своего отца. Отец был буржуа, ненавидел коммунизм и СССР, хотя первый раз отправил. И плюс, самое главное, он не оплачивал поездку. То есть ей оплатили, потому что ей заказала статья, коммунистическая газета «Уманите», заказала статью про метро. Статья так и не вышла. Но эта Луис буржуа удалось, в общем-то, побывать на фестивале театральном в Москве. И вы видите, я просто именно показала, что вот, значит, 1934-й, она в Москве там тащит какую-то конструкцию, и 1925-й в Ленинграде на демонстрации, в демонстрации участвует модель Татлинская башня и памятника Третьего интернационала. То есть вот они были, как бы казалось бы, они отнесены во времени, это разные поколения по ее творчеству, потому что Луис буржуа пришла, в общем-то, уже с конца 40-х годов, в общем-то, а стала известна еще и позднее, и очень влиятельная, там, начиная только с конца 60-х, а вообще всемирно известных только в 80-х. Но, тем не менее, они как будто были близко и рядом. Вот для меня показалось это очень важно. А, да, и переходим уже сразу к работам Луис буржуа. И вот немножко вернемся к биографии. Вы все, я думаю, вот ее лист прочли, но здесь очень важно из биографии, даже которую вы знаете, извлекать какие-то важные моменты. Вот вы все прочли, что она в лицее Феннелон закончила, а потом поступила в Сорбонну. Ну, вы подумайте, значит, сначала в лицее учила философию, а в Сорбоне она изучала математику и геометрию. То есть, понимаете, она увлекалась математикой и геометрией. И вот это вот, я бы сказала, такой топологический гений есть в ее работах. Это важно учитывать. Поэтому биографии художника настолько важны. Но она не стала заниматься ни математикой, ни геометрией, потому что, как она в своих воспоминаниях писала в интервью, говорила, что математика и геометрия ее разочаровали, потому что не давали определенности. Потому что говорят, что две параллельные линии сходятся, а геометрия, пожалуйста, не вклидовая, и уже они не сходятся. И поэтому она искала этой определенности в жизни психической, в искусстве. И, как вы видите, здесь формальная сторона, геометрическая, и сторона душевная, эмоциональная оказываются на пересечении. И вот этот поиск определенности, и в то же время колебания, вправо или влево, внутреннее и внешнее, это двойственность, они вообще невероятно, невероятно важны для Луис Буржуа. Метафора. Спираль. У каждого есть какая-то навязчивая. Как я сказала, моя навязчивая топологическая фигура у Луис это спираль. Здесь вы ее явно видите. Но что вы видите еще? Вы видите, что ее работы начала 50-х годов, и они сделаны как бы таким образом, что они с одной стороны напоминают вам скульптуры модернизма, а с другой стороны напоминают вам о минимализме. Модернизм. Кто модернисты? Бран Кузи, конечно. И вы видите совершенно великолепную работу здесь на выставке из таких усеченных геометрических фигур. Напоминает бесконечную работу Бран Кузи. Но нет, потому что у Бран Кузи она стоит основательно на земле, а здесь она на таком тоником сужающемся основании, то есть, казалось бы, такая строгая выстроенная геометрия, топология, но придается неопределенность, некая сдвинутость, некая неуверенность. Поэтому Луис Буржа так и важна для современного искусства, потому что нет этого модернистского разделения на да и нет, на черное и белое, на бинарность. Можно сказать, модернизм, структурализм, современность это постструктурализм. Современные художники отказываются от бинарности, они не выбирают, если они выбирают одно, значит, оказывается, это другое. Создали Пандору, значит, должны появиться, значит, и создали женщину, должны быть и мужчины, должно быть уже капл, как бы двое, двое. Для Луис Буржа важна была неопределенность. И вы видите здесь, что они напоминают минималистские формы. Почему? Потому что они сделаны из блоков, потому что они повторяются, потому что они геометрические. Но, смотрите, 51-52 год, начало, собственно говоря, 50-х годов, то есть минимализм появляется только в 60-е годы. Эти работы оказались связкой, как бы это, недостающим звеном в эволюции между модернизмом и минимализмом, потому что минимализм, в свою очередь, опирался на модернизм, на модернистские, как бы, на авангардные открытия, и минималистов называли в свое время как бы нео-авангардом. Но они, в отличие от модернистов, не прикасались, как Джональд Джад, к своим произведениям, их производили уже фабричным способом и так далее, не оставляли отпечатков своих пальцев. У Луис это не модернизм и не минимализм, а то, что между, то, что создает неуверенность, то, что создает пространство, позволяющее и новую оптику в то же время одновременно взглянуть по-новому и на модернизм, и на минимализм. То есть она в той точке, откуда можно заглянуть и назад, и вперед. Вот в этом, мне кажется, тоже очень важное. И стоят они на таких тоненьких ножках, да? Почему? Потому что это скульптуры, собственно говоря, мобильные, они не должны быть установлены навечно. Модернисты делали памятники, они делали монументы, они их устанавливали, революция победит. Здесь всегда, навеки, это будет, как бы останется. А Луис Буржуа носит свои, как бы, свои скульптуры. Это мобильные скульптуры, ее можно перенести из одного места в другое. После спирали, конечно, хочется, как бы, перейти к спирали. Мы вернемся, мы будем прыгать, как бы, но я вот все-таки хочу вам эту свою, даже формы, видите, по-другому, как устойчиво стоит эта модель. Всем вам известная модель памятника третьего интернационала в бывшей мозаичной мастерской академии художеств Свомас, свободные мастерские. Знаете, что был такой ленинский план монументальной пропаганды? В 2018 году Ленин сказал, 12 апреля, по-моему, по-моему, 12-го, тогда еще не было днем космонавтики, по-моему, это было, да, если не ошибаюсь, но, по-моему, меня тогда поразило это сравнение. Уберем все памятники царям и угнетателям и поставим новые памятники. И художники начали создавать памятники. Королев, замечательный футуристический скульптор, там, ну, все почти, все скульпторы, которых мы знаем, создавали памятники. Кто-то делал из гипса, кто-то делал из дерева, они разрушались, терялись, а кое-какие памятники находятся в собрании, вот, в собрании в коллекции Русского музея и Третьяковской галереи. Отличная, кстати, тема по поводу пропаганды, как бы, истории пропаганды. И вот в 18-м году было принято решение, о нет, в 19-м году отдел изобразительного искусства Народного комиссариата по просвещению решила, значит, поручить Татлину выработать проект памятника Третьему интернационалу. А исследователи говорят, что, в общем-то, это не было таким уж точно идеологическим памятником, что, как бы, Татлин включился скорее в формальную реализацию, а не в то, хотя художники русского авангарда, как вы, признаете, знаете прекрасно, они поддержали революцию. Почему? Потому что они создавали нового человека, они верили в то, что искусство должно изменить мир. Вот, как говорил, кстати, Малевич, его слова, как и Федорова, до сих пор, мне кажется, живы, что в будущем самое главное будет не экономика и политика, а искусство. Я надеюсь, что это когда-нибудь так и случится. Но вы здесь присутствуете, поэтому это об этом и говорит. Вот, и он приступил к работе. Сначала он хотел работать в Москве, но там не было помещений. И тогда Николай Пунин, замечательный критик и вообще пропагандист Татлина, который в 47-м году был репрессирован и погиб в 53-м в сталинском лагере, который был мужем Ахматовой, который писал, был потрясающим критиком, он создал вообще в 40-е годы новую программу по изучению истории и искусства. Читайте его лекции. И он просто невероятно очень любил Татлина. И вот он, значит, начал выбивать место. А вот в Академии художеств недолгое время существовали свободные мастерские. Потом их убрали, реформировали, опять вернулись, сделали Академию художеств, авангардисты оттуда ушли. И до сих пор Академия художеств она такой, в общем-то, такой ретроградной и является, что очень жаль, потому что, в общем-то, как можно, собственно говоря, воспитывать современных художников, скульпторов или архитекторов, которые не знают, что такое современное искусство. Они становятся реставраторами, они становятся копиистами, они неплохо зарабатывают, но, в общем-то, выхода в современное искусство уже, к сожалению, нет. Выбили мастерскую, это мазаичные мастерские, видите, да? И в этих мазаичных мастерских, потому что достаточно было пространства, Татлин вместе со своими помощниками, Шапирой и Мирзоном, и также с художницей Дымшица-Толстой, которая иногда приезжала, им помогала, с которыми они в это время были вместе, Татлин и Дымшица-Толстая, начинают работу. А работа идет, вы видите, что эта башня, она кажется с одной стороны такой очень ясной. Ее замечательно описал Пунин. Пунин с Татлиным дружил. Вообще первую статью, которую он посвятил этой модели, он, в принципе, пересказал, как бы такое краткое, я бы сказала, интервью, которое он сделал с Татлиным. Потом он написал целую книжку, которая называется «Памятник третьему интернационалу». Вы можете ее найти, там всего пять страниц, и там даже схемы даются, схемы, правда, не совсем соответствуют действительности, но очень четко описывается. Ну, чтобы, собственно говоря, так вот просто повторить, хотя я уверена, что вы все знаете, вы видите, что эта башня, она состоит из двух спиралей, она состоит из двух спиралей, и она наклонная, и наклон этот соответствует наклону оси Земли, нашей земной оси, то есть модернисты, у модернистов был универсальный характер. Эта башня соединяет архитектуру и скульптуру, это тоже мне показалось важно для Луис Буржуа, как вы заметили, и женщина-дом, и клетки. Это соединение невероятное архитектурных мотивов и скульптурных, внутреннего и внешнего, интерьера и экстерьера. По-другому, я их сравниваю, но я их не сравниваю, вы понимаете, я не говорю, я не страдаю, надеюсь, демоном аналогии, это Стефан Маларме так назвал, демон аналогии. Когда вы говорите, это наш Энди Орхол, это наш еще кто-то, вы не поднимаете того, кого вы сравниваете, вы его наоборот как бы принижаете, говорите, что этот человек не оригинален, а наоборот, как бы вот он другой. То есть демон, долой демона аналогии, возвращаемся к Татлинской башне. Итак, вы видите, что она состоит из трех, она вот, Пунин сразу в этой книжке написал, что идея памятника сложилась на основе органического синтеза принципов архитектурных, скульптурных и живописных. Новый тип должна быть монументальных сооружений. Пунин ужасно ругал скульптуру монументальной пропаганды, он говорил, что в наш век футуристический телефона и телеграфа невозможно видеть лицо революционера, вы его никогда не узнаете, Лассаля, например, или, я не знаю, кто там из этих убийц был, Дантона, каких-нибудь там, то есть Дантон, ну и что Дантон, вы его не узнаете, какое-то лицо там оказывается, для нашего футуристического века. Ну, сейчас поступили современные наши культурные индустрии лучше, просто как бы рекламные модели, да, все равно лица вернулись. Вот странно, как мы регрессируем, но это не позитивный регресс, а как раз наоборот. И вот этот памятник состоит из трех объемов. Нижнее помещение, которое представляет куб, видите внизу, оно должно было вращаться со скоростью одного оборота в год. И там должны были находиться законодательные органы Коминтерна. Второе здание в форме пирамиды, которое вращается со скоростью одного оборота в месяц, и предназначено для исполнителя, для исполкома интернационала. И третий цилиндр такой, вот там он вращается со скоростью одного оборота в день. И тогда Пунин назвал это осведомительными органами. Но осведомительными он не имел в виду ЧК или что-то еще осведомительное. Это был телефон, телеграф, информация, газеты. И плюс башня должна была там, вот она заканчивалась такой антенной, радиоантенной. И плюс еще башня должна была, должен был установлен быть проектор, чтобы проецировались живые газеты на небеса и на облака. И плюс еще, согласно реконструктору, исследователю башни, который вернул нам жизнь в эту башню, Димакову, Николаю Димакову, она еще служила, эта башня, астрономическим прибором, часами. Потому что ту тень гномом, которая отбрасывала вот эта антенна, она позволяла определить время в определенной точке. Плюс вот по этим поверхностям, когда сюда попадало солнце, оно отражалось на… Нет, солнце, извините, попадало на… Поверхности были стеклянные кубы, значит, треугольника, полусферы, и отражались потом вот на эти конструкции. И там вы могли засечь время, причем не просто время, а время с точки зрения Велимира Хлебникова, с которым очень дружил Татлин, председателя земного шара, который связывал события. То есть произойдет революция сегодня, значит, завтра будет реакция. Победит страна в этой войне, завтра она потерпит поражение. И одна ось, одна спираль была связана с личным временем, а вторая была связана со временем истории. Башня должна была представлять 400 метров. И согласно легенде, такую башню должны были устанавливать во всех странах, где победит революция, в Германии, в Венгрии. И в каждом месте, потому что в зависимости от местоположения как бы менялось, как бы географическое, должен быть другой наклон. Должен быть наклон, именно наклон оси земной, соответствовать вот в этом самом месте. Сделал Татлин две модели, ни одна из них не сохранилась. Одну он, собственно говоря, одну он сделал для выставки международной в Париже в 25-м году. И мне кажется, что Луис Буржуа, возможно, даже и видела в 25-м году. Потому что все-таки это международная выставка. Хотя она была еще тогда, нет, 14 лет, может, и не видела. Тогда Шуазиду Руа она была, нет, наверное, не видела. Потом она узнала. Почему-то мне кажется, что она вот уже как бы с детства. Она любила искусство, она интересовалась искусством. 14 лет рановато, тем более они жили в провинции. И все-таки это было важное событие, башня там пригремела, прозвучала. Обе модели были утрачены. Потом была предпринята попытка реконструкции. Ее в модерном музейте реконструировали, ее реконструировали в центре Помпиду. Но это была очень механическая реконструкция. Самое лучшее сделал Димаков, Лапшина и Федотов. То есть группы из трех, архитектор, исследователь Димаков, архитектор Лапшина. По-моему, она занималась как раз расчетами. Может быть, она как раз математика. И они вырастили башню, потому что эта башня их поразила. Они влюбились, вот по признанию того же Димакова, они влюбились в башню, и они поняли, что Татлин, как раз и Татлин об этом сам говорил, он был против даже слова конструктивизм, когда оно произвучало. Ну, как бы вот конструктивизм, понимание да-да, и в понимании немецких коллег, когда в журнале «Вещи» опубликовали статью, сказали, что конструктивизм – это прямой угол, это линейка, это геометрия, он был против этого. Для него очень важна была органика. Он выращивал эту башню, и поэтому попытки ее воссоздать были неудачными. Она получалась очень, скажем, очень искусственной. А вот Димакову и его группе удалось башню вырастить. Что они сделали? Они использовали сохранившиеся фотографии. Они промерили фотографии и соотнесли с объемом мозаичной мастерской. И они поняли, когда в реальном объеме находится какой-то объект, потом они рассчитывали, думали, как она была создана. И сейчас, на сегодняшний момент, эта башня является образцом. Она находится на временном хранении в Третьковской галерее. Вроде бы Димаков даже предлагал Третьковской галереи купить. Я не знаю, похоже, насколько я понимаю, еще ее не купили. И вот когда начинали только они реконструкцию, они сначала сделали такие протоформы башни. И эти протоформы нам важны для Луиз Буржуа. Потому что, когда вы видите протоформы, вы видите спираль, вы видите это движение. Ну вот, понимаете, Татлина, вот Стригалев, замечательный исследователь, Татлина называл пророком и мастеровым. Вот, казалось бы, Луиз Буржуа. Какой же она мастеровой? Но вы видите, я специально выбрала эту фотографию, когда она работает над своими персонами, которые представлены, кстати, из этой серии представлены работы на выставке. И вы видите, что Луиз Буржуа тоже мастеровой. Несмотря на то, что и время прошло уже, собственно говоря, не модернизм, но тем не менее, вы видите ее характер. И эти работы очень важны, потому что, опять же, они важны как переходный момент. Здесь нет спиралей. Тем не менее, я позволила себе включить в качестве исключения. Почему? Потому что, когда мы говорили о связи Луиз Буржуа с модернизмом, Татлин все-таки модернист, здесь важно этот некий как бы архаический характер, который эти персоны Луиз Буржуа отсылает, но не являются модернистской скульптурой. Она сделала их в 1947-1949 году. До этого у нее в 1945 году проходила уже в Нью-Йорке выставка, но кратко повторим ее биографию, значит, разочаровавшись в геометрии. Она посещает студии Пьера Калина, Фернана Леже, который, кстати, увидел в ней скульптор, сказал, Луиз, ты скульптор, ты не художник. А она отлично знает английский, поэтому ей не приходится за это платить. Потом она открывает свою мастерскую, там от Делли Круа до Бонара. Она показывает работы, там встречает своего будущего мужа, Роберта Голдватера, который является американским историком искусства, и плюс он потом стал директором первого музея примитивистской культуры, который как раз изучает это. И они переехали в Нью-Йорк, там сначала усыновили одного мальчика, у них еще родилось двое мальчиков. И вот она живет, она встречается с художниками, с музейными директорами и так далее. То есть она с ними общается, она посещает Артист Лик, но в это время одновременно идет очень напряженная работа. Она делает живопись. И настолько необычную живопись, и вы видели, как бы она начинает живопись и занимается гравюрой. И вы видите, можно сказать, заканчивает. Вот это потрясающее просто живопись, которую я впервые вживую вижу. Огромное спасибо, которая представлена вот в этой галерее, если вы прямо пойдете. Как будто такие графические работы, где вы видите такую работу бессознательную, вы видите, как бы это живопись между почерком, между моментальным впечатлением и какой-то монументальностью, как будто маленький листочек раздувается до огромного формата. А вот после войны она начинает делать этих персон. И вот они напоминают нам о модернизме, потому что модернизм очень увлекался примитивистской скульптурой, как вы знаете, и Пикассо, и у нас Вальдемар Матвий, Владимир Марков, который писал об искусстве негров, так книжка называется, и острова Пасхи собирал все это. Это потому что модернисты искали, как из этих тисков как бы старого искусства вырваться, какой найти аналог. И Наталья Гончарова еще говорила, ладно, нам не нужна Африка, у нас есть своя там, типа, Сибирь и так далее, наши просторы, мы есть свое народное искусство, мы там найдем. То есть надо было найти другую точку зрения. Но это не модернистская скульптура, потому что она стоит на этих тоненьких основаниях, она переносится, в ней нет этой претензии на монументальность, на универсализм. И плюс это не модернистская скульптура, потому что она связана с психической жизнью, с замещением. Потому что Луис Буржуа, собственно, она переехала до войны в Нью-Йорк, а Париж был оккупирован фашистами, и вся ее семья осталась в Париже. Мама, правда, к тому времени уже умерла, но тем не менее. Как бы и папа, и сестра Генриетта, которая еще страдала у нее, она была инвалидом, у нее коленка, там были проблемы с коленом. И она ужасно страдала, потому что она чувствовала себя виноватой. Она находилась в Нью-Йорке, в безопасности. А в Париже были фашисты, в Париже был голод. И она невозможная. И вот этот момент, как бы искусство, как потом Луис Буржуа, оно пришло, как бы естественно, и позднее. Вот когда художники говорят, а как становиться художником? Я вот закончила Академию художеств, или я закончила там Муху, или там, я не знаю, Строгановку, или Суриковская, да? Вот я художник. Нет, нет. Ну Харс бы сказал другое слово, я художник, нет, ты... Не знаю, можно ли это слово произнести, но идите, как это, идите не туда, но можете обратиться к Хармсу. А художник – это тот человек, который пережил эту травму, даже если она не является такой открытой психической травмой, как у Луис Буржуа, и который не может не делать. Вот она знала отличное искусство, вот смотрите, там с 1933 года посещала, у таких модернистов училась, но сколько ей понадобилось времени, 12 лет, чтобы заняться искусством самой. И, собственно говоря, через там, после того, как Лижея искала в 1933 году, ты, Луис, скульптор, а в 1947 она начинает персон производить, то есть прошло 14 лет. Ну скажете, ну, конечно, она детей воспитывала, домом занималась. Нет, не только, потому что что-то вызревало. Наступает такая необходимость, когда вы не можете не писать, вы не можете не говорить, не петь, не создавать, будь то произведение искусства или выставки, и эта необходимость рождает художник. Вот эта травма, отсутствующая семья, чудовищное чувство вины, вины породило этих персон. Плюс, конечно же, как бы еще важно, они такие мобильные, и они, опять же, находятся вот то, что в клетках очень хорошо видно, между архитектурой и скульптурой. Нью-Йорк – город небоскребов. Представьте, Луиз переехала, сначала они вообще жили в провинции, потом в Париже, вдруг переезжают в Нью-Йорк. Для художника очень важно впечатление визуальное, она видит эти небоскребы. Вот там на выставке есть портрет Жан-Луи, там вообще вот эта персона, портрет ее сына превращается в небоскреб, такой небоскреб с окошечками, вот посмотрите потом. И это небоскребики, с одной стороны, с другой стороны, это как бы такая вот отсылка к архаике и к модернизму, но в то же время это как вот Фрэнсис Торрес написала из Тейт Гэллери, когда они делали выставку, она статью к ней написала, написала, что это такой анимированный модернизм, то есть это как бы воспоминания о модернистских формах, которые хорошо знала Луис, но анимированные, может быть, как вообще в древние времена, когда вам нужно, чтобы убить животное, его нарисовать, чтобы возместить потерю отсутствующих родных, которые находятся в опасности в оккупированной стране, вы должны создать персоны, причем она создает не в 45-м, не в 41-м, а уже в 47-й, 49-й. Это такое отложенное действие. Это, кстати, понятие из психоанализа. Для Луисбуржа психоанализ был очень важный. Она вообще вот после смерти своего отца, у нее была тяжелая депрессия, и она вот с середины, с конца 60-х она постоянно проходила психоанализ, а в 80-е уже периодически обращала к психоанализу, она отлично знала Фрейда, хотя она говорила, что Фрейд обманул художников, он ничего им не дал. И она еще говорила, у нее была еще такая, они играли, они показали, вот когда мы были у нее дома, они с Херхенхофом показали такую игру, такие карты, там был магазин внизу, который, кстати, Луис открыл, книжный небольшой, и карты там, ответы-вопросы, ответы-вопросы играете. Так вопрос, скажем, задаете вопрос, получаете там ответы от Фрейда, например. Опять же, даже с психоанализом у нее были очень сложные отношения, очень сложные. А истерическая дуга откуда? Фрейд, Шарко, который описал истерию впервые, считал, что истерия – болезнь матки, поэтому истерия свойственна только женщинам. А Фрейд сказал, что нет, истерия свойственна и мужчинам. И вы видите, что у нее мужская фигура, фигура Джерри Горовой, которая изгибается в этой истерической дуге. И в то же время эта истерическая дуга – это состояние возвышенное, эстетическое. Это не только болезнь, но это эстетика. Шарко, кстати, когда еще открыл истерию, он еще фотографировал своих пациентов, и потом он сравнил их со средневековой живописью, потому что их жесты напоминали древних Мадонн. Правда, теперь его обвиняют, потому что тогда фотография была процессом длительным, и считают, что он намеренно затягивал истерические припадки, чтобы пациенты не рыпались и сидели себе долго в своем истерическом состоянии. Но это отдельный вопрос, мы не будем его касаться, хотя очень важный. И потом вот этот момент архитектурный, он будет очень важен. Вы видите здесь, с 1947 года потрясающую серию гравюр, он удалился в абсолютном молчании. Вы видите, там дома, ну анимированные дома, и каждому дому соответствует потрясающая поэтическая история. Мотив архитектуры. Также вы видели здесь модель «Я делаю, я разрушаю, я переделываю». Это инагурационная, собственно говоря, выставка в Тейте, о которой мы потом поговорим. И также архитектура, соответственно, и скульптура. Это, опять вернемся, это модель памятника третьему интернационалу, который так парадоксальным образом это соединил. Вот еще одна спираль. Начала Луис Буржуа свою скульптуру с таких как бы примитивистских форм, анимированный примитивизм, анимированный модернизм. Такое вот с того, что потом проложит дорогу в начале 50-х, как я уже сказала, между модернизмом и минимализмом. А в 60-е годы, вот в течение пяти лет, она начала ездить в Пьетро Санто. И там, где добывал еще Микеланджело мрамор, это потрясающе, конечно, вот, как же это называется? Хотела сказать забои, но забои где угол? А где мрамор добывают? Это что? Карьеры. Вот почему-то у меня забои. У Статлина, наверное, были бы забои, но у Луис Буржуа карьер. Когда вы туда приходите, вас слепит мрамор просто. Он вам просто выкалывает глаза. Вы понимаете, что это такое? Вообще, чтобы оценить мрамор, надо туда, наверное, съездить. И она работала со многими материалами. Вы видите, крашеное дерево, бронза, резина, мрамор. То есть, опять же, скажем, и модернисты, и минималисты. Они выбирали один материал и продолжали с ним работать. У нее невероятное разнообразие материалов. И плюс разнообразие как бы направлений и стиля. Она никогда ненавидела Луис Буржа, когда ее приписали к какому-то стилю. Ее пытались приписать к сюрреализму, но потому что она хорошо знала художников. Они приходили к ней в галерею. Потом, когда она уехала в Нью-Йорк, многие из них эмигрировали туда или жили как тот же, я не знаю, там Дюшан и Бретон там жил. И Джекомедия там. И она как бы, о, отлично, значит, женщина-дом, здесь дом, здесь ножки женщина. Это сюрреализм. Совмещение в одну метафору двух. Нет, она говорила, я не сюрреалист. Нет, это правда. Потому что у сюрреализма другой символизм. И она даже не любила, она настолько не любила вот эту вот отеческую фигуру, эту покровительственную фигуру, которая идет еще, начинается с ее детства, со сложных взаимоотношений с отцом. Но плюс эта отцовская такая покровительная фигура, покровительственная фигура была свойственна для модернизма. Даже женщины-художницы называли себя художниками. И хотя феминизм, как бы начинают там с 19 века и говорят о амазонках русского авангарда, как о начале феминистской традиции, это не была феминистская традиция. Надаля Гончарова не позволила бы себя феминисткой назвать. Даже еще в 70-е годы художницы не называли себя феминистками, они называли себя художниками. Это была модернистская позиция. А здесь нет. Луис Буржа ненавидела отцовскую фигуру. И, кстати, на ее выставку персоны пришел и Бретон, и пришел Марсель Дюшан. И Дюшан похвалил это. И Луис Буржа даже так вот ядовито в одном из интервью об этом сказал. Вот пришел Дюшан такой вот и покровительственно похвалил моей персоной. Хотя Дюшан был невероятно тонкий художник, потрясающий, как бы со смещением всех акцентов, с отказом от прежнего эстетического представления, но даже Дюшан ей показался слишком отеческим, слишком модернистским. Хотя назвать Дюшана модернистом тоже язык не поворачивается. И вот, значит, в 60-е годы она делает мрамор, и она делает скульптуру. Эта скульптура – это спираль. И эта спираль, конечно же, неизбежно вам напоминает как бы частичный объект, фаллический объект. И вот этот частичный объект тоже был важен. Он связан и с детством, и с неоклассикой, и с развитием Луис Буржуа. Вы видите, что когда Луис Буржуа была, так сказать, подростком, ее родители завели мастерскую, открыли по реставрации гобеленов. А у гобеленов были утрачены какие-то части. И части обычно ручки и ножки. И ей пришлось их восстанавливать. И поэтому вы видите, вот, кстати, в ее клетках руки и ноги. У нее с детства была, она хорошо рисовала, внимание к рукам и ногам. Плюс, это все-таки было начало XX века, Пуритания, американцы в это время стали приезжать в Европу и искупать там, и гобелены в том числе. А там пути летали, а пути мужского рода. И вот эти мальчики, у них были такие пенисы. И пенисы пришлось маме, собственно говоря, вырезать Луис Буржуа, и вместо пенисов рисовать цветочки, например. И поэтому вот этот частичный объект, и фаллический, и ручки, и ножки, и ухо, это связано, с одной стороны, с ее личной историей, а с другой стороны, это связано с представлением психоаналитическим, с неким фетишистским. Вообще-то искусство, в принципе, как таковому, свойственно фетишизм. И нам с вами тоже. Иначе зачем вы сюда пришли? Потому что нам свойственна вот эта невероятная любовь к объекту. Вот мы увидели, и наступила какая-то, я не знаю, там катарсис, хотела употребить сексуальный термин, но не получилось. Как же это называется? Оргазм. Вместо оргазма уже катарсис. Вместо Фрейда и Лакана уже Аристотель. Вот как ты сам себя репрессируешь. В общем, оргазм или катарсис, без этого чувства это невозможно любить. Такое же чувство испытывает фетишист, когда он украл ленточку своей любимой или поцеловал как бы ее каблучок и прочее. И поэтому вот этот фетишистский, фетишизм свойственен коллекционерам. А иначе зачем коллекционеры? Я знала коллекционеров, которые пили чай из баночек стеклянных, а сами из кузнецовский фарфор собирали. Никогда из него не пили чай. Почему? Потому что это невероятная любовь к этой чашечке кузнецовской. Как я из нее чай буду пить? Да я лучше из-под майонезной баночки возьму. Ничего, что она горячая там и может быть потрескалась. Итак, вы видите здесь частичный объект, вы видите спираль, надеюсь, вы везде увидите спиралью Луиз Буржуа, и вы видите классицистическую тенденцию. То есть в 60-е годы у нее начинается такой период классицистический. Потом вы увидите вот здесь, вот в этих клетках, продолжение этой традиции. Нет одному стилю, нет одному материалу, нет одному, собственно говоря, нет, невозможно, нет отцовской фигуры. Пусть она воплощена в стиле, направлении или материале. Конечно, невероятно, да? Вот какая пластика, да? Ну и плюс, конечно, фалос это означающее. Вот я отсылаю вас к Жаку Лакану, совершенно замечательному французскому психоаналитику, невероятно влиятельному, оказавшему влиянию на всю современную критику. И для него, как это, фалос может быть фалосом, а может быть означающим. Вот здесь, мне кажется, это и означающие в том числе, это символы. Луис Буржа говорила, символы – это пустые сосуды, и они зависят от того, какое содержание вы в них вкладываете. И эти символы всегда у нее были парадоксальны. Вот знаменитый ее паук, к которому вы подходите. Казалось бы, паук – это что-то такое ужасное существует, арахнофобия или фобия. Арахнофобия. А вот тут он такой симпатичный, замечательный, все прыгают и бегают. А для нее паук был символом матери, что она была такая трудолюбивая, такая заботливая. И поэтому вы даже видите в одной из клеток такую женскую фигуру, оттуда растут лапки паука. И это не связано с фильмами ужасов про арахнофобию и пауков, а это связано с другим представлением. Или клетка. Тоже какое-то странное, двойственное представление. То есть нет, как в сновидении, нет одного навсегда, раз навсегда закрепленного символа. Вот существуют сонники, которые говорят, увидел там говно, это к деньгам. На самом деле все зависит от того, как увидел, когда увидел и где увидел. Ну и еще одна башня, вы видите, а еще одна спираль, как вы видите, логово. Это начало, вот в 60-е годы, 62-й год, вы видели здесь маленькую модель, да, здесь большая, вот на втором, вот в ту сторону, когда пойдете, там, где модели стоят. Здесь я хочу поговорить, ну, во-первых, конечно же, о спирали, а во-вторых, о самом представлении о логове и о пластике. Пластика, очень живая, очень органическая, хотела бы сказать, как татлинская, если бы не боялась обидеть Луис Буржуа сравнением с отцовской фигурой. Мы будем их держать, как бы, это, знаете, как стереооткрытки, да, мы смотрим в два глаза, чтобы получить перспективу, нам важна перспектива на Луис Буржуа, а не чтобы ее раз, там, типа, и приклеить к кому-то или к чему-то. Нет, я ни в коем случае не хочу ее приклеивать. А само важно понятие логова. Луис Буржуа давала интервью, очень много говорила, но начала она, в общем-то, говорить довольно поздно. Она начала говорить где-то вот в 80-е и 90-е годы. И она дала ей интервью журналу «Артфорум», и потом там и Хансу Лихо Обресту, и все, конечно, у нее все взяли интервью, как бы, потому что она потрясающе говорила. И она даже называла себя «женщина без секретов». Вот, поэтому. Она рассказала о своем детстве, о том, что это была травма, что у нее была гувернанка-англичанка, что она стала любовницей отца, что мать ее страдала, что это породило невероятные взаимоотношения с отцом. Поэтому вы видите это потрясающее разрушение отца, вот эту каннибалистическую фрейдовскую сцену, эту красную пещеру, когда дети, наконец, должны свергнуть отца и сожрать его, в общем-то. И, опять же, это было такое отложенное действие. Она сделала эту работу после смерти своего мужа. Еще одна травма. Когда умер ее муж, она, собственно говоря, пережив эту травму, перенесла это назад. Уже отец к этому времени был мертв ее, и она заново пережила это воспоминание об этом деспотии, о семейной деспотии. И вот она говорила о спирали, о том, что спираль, она создает движение. Спираль помогает бороться с хаосом. Но все зависит от того, куда вы движете. Это центрестремительное или центробежное движение. Если это центробежное движение, то у вас получается свобода, но с другой стороны это опасность. А если это центробежное движение, то вы все контролируете, но тогда получается чудовищное одиночество. И вы видите это одиночество, когда вы смотрите клетки, смотрит спираль. Это коконы, это спирали, это заключенность в себя. Надо сказать, что одно время Луис Буржуа даже не выходила из своего дома, потому что она боялась открытых пространств. То есть это было что-то типа агарофобии. То есть боясь открытых пространств. Это желание контролировать. Но здесь вы видите опять, вот эта башня, она заключает вас вовнутрь. Пластически вас уводит в это контролируемое одиночество. Другая башня. Тоже вы видите здесь модель. Башня Лабиринт 1962 года. Что она вам напоминает? Конечно, она напоминает с одной стороны футуристическое. И бочония его фигура, движущаяся, динамизм ее. И вы можете Раймона, брата Марселя Дюшана, Дюшан Виона вспомнить. Особенно, кстати, вот его голова лошади. И в то же время, как бы с одной стороны воспоминание о футуризме, а с другой стороны, она совершенно другая. Футуризм никогда бы не позволил себе такую органику, такое выращивание. Все-таки он был более структурирован. Поэтому это очень важно. Ну и опять же, я с удовольствием здесь вижу и фаллическую фигуру тоже. Не знаю, как вы. Спирали. Спираль – это контроль. Спираль – это возможность как бы контролировать и в то же время одиночество. Вы видите, и вы видите здесь эту женщину-спираль, уже 1984 года, бронзовую. Это подвешенная скульптура. Опять же, на этой выставке вы сможете оценить, что это состояние подвешенности, невесомости, оно, с одной стороны, связано с модернистской традицией. Конечно, мы можем вспомнить вот эти невероятные мобили Родченко, например, которые висят в воздухе. То есть скульптура без опоры. Это же как бы мечты о невесомости. Здесь невесомость другая. Здесь невесомость психическая, психологическая. То есть как в истерической дуге вы зависаете. Эта скульптура зависает. Плюс вы видите, что, безусловно, это опять центрестремительное движение. Луис говорила, что кто эта женщина? Это Луис, она говорила. А куда она поворачивается? Непонятно, направо она поворачивается или налево. Здесь есть такая центра, здесь замкнутость есть, неопределённость движения, есть одиночество, есть трансформация, когда тело, как кокон, как у кавки, как бы перерастает в другую органическую форму. И вот я хотела как раз Насте спросить, а это была как раз без круга, вот эта работа произведения? То, что у вас, которая висит? Да, потому что вот когда вот эта работа с кругом, потому что я спросила у Луис, когда была, я говорю, а почему круг тут, зачем тут этот круг? А Луис говорит, ну, чтобы зрители не стукали с головой. То есть, понимаете, вот это настолько было классно, как бы отличное объяснение, то есть вы, с одной стороны, вы переживаете такую травму, а с другой стороны, вы не должны стукнуться головой об эту спиральную женщину. Вот я хотела поближе ее посмотреть, хотя, опять же, я говорю, благодаря этой супер-выставке вы можете посмотреть ее. Пять минут у меня осталось. Хорошо, мы интенсифицируемся все вместе. Я увеличу скорость речи. Хорошо. Вращение, трансформация, частичные объекты, замкнутость, давление, репрессии, воспоминания, детство, раскручивайте это потом. Детство, это, понимаете, опять же, психоанализ, потому что вот репрессия, понятие, это не психоанализ, это не политические репрессии. Репрессированные воспоминания, это те, которые подавлены были в детстве. И как это происходит? Как в фильмах Хичкока. Вы как бы вот заворожены, да, например, в детстве показалось главному герою, что он убил своего брата, а потом, через много лет, он стал бояться параллельных линий. Ему показалось, что он убил своего психиатра. То есть отложенные действия, реакция на травму происходят только потом, спустя многие годы, когда повторяется ситуация. И тогда возникает определенная как бы психопатологическая ситуация. Ну вот эти вот я делаю, я разрушаю, и я переделываю. В 2000 году турбинный холл Тейт Модерн для инаугурации позвали Луис Буржуа. Вы видите, это огромные скульптурно-архитектурные сооружения. Причем вот эти вот лестницы Луис Буржуа взяла из своей мастерской. У нее появилась мастерская довольно поздно, уже в 80-е годы, где были, это была мастерская, это как бы бывшая фабрика по производству всяких, но текстильных изделий. Поэтому там были вот такие спиральные лестницы, и плюс были иглы. А так как она с детства там была связана с мастерской своих родителей, то для нее игла тоже была очень важна. Игла, шитье и так далее. Когда она использовала эти спиральные лестницы, по этой спирали вы поднимаетесь наверх, и там пространство, креслица такое, или в другое, вот там я переделываю несколько креслиц, и зеркала. Это не просто зеркала, это не просто нарциссизм, о котором говорил Лакан, наше отражение, наше взаимодействие с нашим отражением, но это еще взаимодействие матери и дитя, то есть ребенок и мать. То есть хорошая ли я мать, плохая ли я мать, какие получаются отношения, как остается жить ребенок в матери, а как мать живет в ребенке. Это все вы переживаете, поднявшийся пережив, где не только эта архитектура, но ваш личный, психический, психологический, психоаналитический, терапевтический, психопатологический опыт оказывается важной составляющей в искусстве. Здесь в искусстве, не пережив, не испытав его, в этом и есть суть взаимодействия, вы не переживете Луис Буржуа. И последнее я хотела вам показать, вот эту пару. Здесь много таких текстильных произведений. Вот где-то с 2001 года Луис Буржуа перестала, вообще никуда не ездила, и в принципе редко покидала дом, и даже в мастерскую не так часто ходила. И что она начинает делать? Она начинает создавать текстильные произведения. Она рисует очень много, вот такие рисунки бессонницы. Она страдала бессонницей, и когда Джерри Горвый, как он рассказал, пришел однажды, там вся лестница в доме была забросана, закидано рисунками, такие красной тушью, карандашом, такие какие-то пейзажи или ритмы пульсирующие. И он говорит, ой, Луис, а можно я соберу? Он говорит, да, конечно, Джерри, добери, пожалуйста. И он начал, вообще вот что значит настоящий ассистент и помощник, реальный ангел-художник, человек, который собирает, и не выкидывает. И она начала шить, шить как бы мягкие скульптуры, не просто вот, а, сейчас мы закажем по каталогу ткань, там типа Икея и так далее. Икея, она стала из того, что было использовано, как в психоанализе, вы используете свой опыт или в своей патологии, которая может быть там продуктивной и мучительной, она и стала использовать, например, полотенца, которыми она уже вытиралась, например, вот то, что было близко, то, что было телесно, и создала целую серию портретов. И здесь пара, почему мне кажется важна эта пара? Потому что это опять мужчина и женщина, это ящик Пандоры, который заставил нас страдать, выпустил наши страхи и надежды, но дал нам божественную способность с рождения, будь то творчество, дети или идея. Спасибо за внимание, спасибо, Луис Буржуа. А теперь вопросы. Вопросы у нас, на самом деле, я думаю, получится два вопроса максимум, потому что у нас есть следующее мероприятие, которое у нас идет 10 дней, это ретроспектива лучших спектаклей фестиваля «Территория» за 10 лет, поэтому у нас одновременно и буржуа, и театр, и перформанс. У кого есть вопрос? Здравствуйте, спасибо. Был ли у вас какой-то момент, какой-то такой щелчок, когда лично вы поняли, что хотите посвятить большую часть жизни исследованию творчества Луис Буржуа? Да, я хочу сказать, что в 99-м году на Венецианской биеннале, когда она была представлена, вдруг меня, грубо говоря, заклинило. Я в это время делала российский павильон, и ситуация была тоже очень травматичной. Ну, ужасная ответственность, денег мало, и вообще непонятно, как бы еще туалета не было в российском павильоне. И все вот это вот физиология, понимаете, вот с какой-то такой лестницу было не достать. И я думаю, все, пропаду, лучше умереть бы, закопали бы, утопиться в этом вообще надо в Венецианской лагуне. И когда уже все было безнадежно, я пошла вот в основной павильон, и я увидела Луис Буржуа. Я заплакала и поняла, что типа все хорошо, искусство живо. И потом только вот я говорю, в 2001-м как бы вот так получилось, что мне повезло писать о Луис. И опять же, это как бы идет пульсирующее как бы посвящение Луис Буржуа. Я стараюсь так же, как поразиться профитой, как Луис Буржуа, как бы вот так вот, такой как паучок быть. Спасибо за вопрос. Есть еще вопрос. Спасибо большое за лекцию. И у меня такой вопрос. Мне кажется, на него был уже ответ, вся лекция посвящена ему. Ну, но все же для вас, что же для нее все-таки было искусством для Луис Буржуа? А в ее собственном творчестве искусство Луис Буржуа говорила, она это уже в конце жизни, кстати, сказала, что она верит в терапевтическую роль искусства. И вот искусство было терапией и для нее, и для других. Я забыла еще сказать, что я действительно это испытываю на себе, потому что когда мы, вот я об этом написала, когда мы уходили от Луис Буржуа, она подарила нам свою гравюру, такие закрученные мужчины и женщины в спираль. И с тех пор до самой ее смерти она в день своего рождения Луис Буржуа нам делала подарок и посылала по одной своей работе ежегодно к своему дню рождения. Вот мы живем как бы с Луис Буржуа, и это очень помогает. Искусство — это терапия. И важен ли был для нее зритель? Да, конечно. А без зрителя нет искусства. То есть, понимаете, мы понимаем, у модернистов была иллюзия, они хотели выставляться, они показывались, но у них была универсалистская иллюзия, что искусство существует как бы направленно в космос. И даже последний житель на Земле умрет, все равно черный квадрат и памятник третьему интернационалу останется. В случае Луис Буржуа и современного искусства это возникают психические, скажем, и эмоциональные связи между искусством и вами. И мы понимаем, что инсталляция клетки, она не живет без зрителя. Не просто там отражается, кстати, часть... Ведь я маленькая, кто-то высокий. Вы видите тот или иной интерьер, у кого-то зрение единица, у кого-то там минус или плюс пять, я не знаю. Это зависит от нашей точки зрения, от нашего настроения. Кто-то страдает, когда видят другие цвета, например. Мы видим все по-разному. И начинает жить произведение искусства, ребята, начинает жить произведение искусства и современное произведение искусства совершенно по-особому. Спасибо большое. Спасибо. Настя, а можно убьем? Мне так понравилось очень... Два вопроса. Можно я убьем подарю? Спасибо вам большое. Спасибо большое. Пожалуйста, где там... Вторая рука была. Да, да, да. Олеся, спасибо вам большое. И я еще раз хочу просто уточнить. Есть деталь жизни биографии Луиз в таймлайне. То есть это большая хронология, которую мы сделали на этаже Мезонине. Следующая лекция Джулиан Лорс, она как раз будет посвящена тем ранним работам, о которых мельком говорила Олеся. То есть это работа 40-х годов и работы, которые предшествовали появлению клеток. О работах, которые Олеся показала, которые были в турбинном холле, как раз здесь, в спирале лестницы, будет рассказывать Фрэнсис Моррис, с куратором Тейт Модерн. Эта лекция будет 26 ноября. Ее пока нет в буклете, но она уже есть на сайте. И давайте еще раз поблагодарим Олесю и приходите, пожалуйста, на лекцию. Хотела бы я вообще как-то спорадически прилетать сюда, как насекомая, на все эти лекции. Фрэнсис Моррис бы послушала бы. 26 ноября она будет. А вы пишете, да? Все, у вас будет на сайте. Мы будем. Да, и все, если кто-то не был. И как раз Джерри Горовова, которую Олеся упоминала, с ним интервью есть в каталоге, и которую мы перевели на русский язык. Если кто-то не может приобрести каталог, потому что он стоит приличную сумму, можно прийти к нам в проектную комнату, его почитать. И была беседа нашего куратора, главного Кейт Фаула, Джерри Горовова, 24 числа. И она скоро появится тоже в записи на нашем канале в YouTube. Лекция Олеся там тоже будет. Пожалуйста, приходите, читайте, слушайте. Запикивать не будете? Запикивать не будем. Оргазм и катарсис останутся с нами. Хорошо. Спасибо огромное еще раз. И спасибо за выставку, супер, как бы за вашу программу и за книжку. Я просто счастлива. Ура. Спасибо большое. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.